Так как ко мне приезжают и говорят, ну мы же все в одном городе живем. Ну звучит как угроза, если честно. Самый смешной, наверное, момент, это когда ко мне приехал человек-кривник, депутат партии. И говорит мне, не, ну ты же не мусорнишься. Как мне известно, мне рассказывали о том, что вы попали в партию в 19 лет. Полтава-сервис делает договор с какой-нибудь подставной ТОВ. И люди уже сбрасывают не напрямую в Полтава-сервис, а на подставной ТОВ. Ну из ТОВ, соответственно, выводятся деньги. А непонятно по иерархии, кто старший? Ну конечно понятно, Денис Полишук. А, в смысле депутат? Ну да, он же коренник КП Полтава-сервис. Нам поставили человека, который за нами смотрел, как мы будем собирать эти деньги, как мы будем это делать. Корректировать нашу работу. У нас на собрании это называлось блатные. Был введен такой сленд. На Южном рынке и на Шевченковском рынке, одни из самых больших, там собираются деньги наличными. Тысячу мест, это полтора миллиона гривен. В месяц это вы собираете, получается. То есть это человек тоже с нашей партией, и вот они как бы вместе взаимодействуют. Там Полтава-сервис, там связано с благоустроем, всё это связано с Минской Радой. Всё там чётко такая, знаете, слаженная система. Там всё работает как часы. И очень сложно этот круг разорвать. Дальше ещё залазить, ещё страшнее, честно говоря. Я иногда не хочу чего-то знать. Печально. Вы когда-нибудь были в Полтаве, в центре города? Да, конечно. Ну вот как вам описать эту ситуацию в городе? Ну вот так. ОПГ я имал назвать. Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня у нас такой, я бы сказал, эксклюзивная возможность. Эфир абсолютно открытый, общедоступный. Кроме приложения он находится в открытом доступе на YouTube-канале. И причины этому есть, друзья. У нас в студии прекрасная девушка Светлана. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. И знаете как, мы много с вами обсуждали тему Полтавщины и города Полтава. И судья Гольник у нас с вами была, которая рассказывала очень много о происходящем в Октябрьском районном суде. И про мэра Мамая Александра мы с вами также много говорили. И вроде как он с должности уже уходит. Он пошел на угоду со следствием. Но много о коррупции в городе мы говорили. Но сегодня этот день особенный. Потому что Светлана, я бы назвал вас из ближайшего окружения мэра. Ну я имею прямое отношение к партии мэра. Да, друзья. Поэтому прямое отношение к партии Светлана. Говорим о том, что происходит с мэром Мамайом. Говорим о том, что происходит в партии. Говорим о том, как обстоят дела в городе. Говорим, конечно же, о коррупции. Человек, который знает, я бы не сказал, из первых рук. А вы и были в каком-то смысле руками мэра Мамая. Я правильно понимаю? Ну я была в окружении коррупционных действий, поэтому есть чем поделиться. Друзья, это будет просто огненный эфир. Мы все благодарим Светлану, что она пришла и готова обо всем говорить и рассказывать. Поэтому обязательно Светлане ставьте лайк за ее смелость и за то, что она прекрасно выглядит. Это обязательно. Это обязательное условие. Друзья, давайте потихоньку начинать. Слушайте, я зайду как бы издалека, но тем не менее. Как мне известно, мне рассказывали о том, что вы попали в партию в 19 лет. Да, так и есть. Что это вообще за история? Расскажите, пожалуйста. Как это вообще работает у вас в Полдаве, скажем так? Ну это очень забавная история. Можно подумать, что это какая-то легенда. Но все было очень просто. Я много лет проработала официантом. Мне это надоело. Как раз была предвыборчая кампания. И я зашла в офис партии «За майбутни» и спросила, с кем я могу поговорить по поводу работы. Там я и познакомилась с депутатом, который сейчас депутат Минской Рады Денис Палишук. Он меня взял туда на работу. И с этого... Сначала я приходила с целью как бы проходить там условно какую-то практику. Там два часа в день, час в день. На бесплатной основе. Ну мне было просто интересно. Думаю, там с кем-то еще познакомлюсь. Где-то зацеплюсь. Какая-то работа может будет. Вот ну и как-то там полтора часа разговора. И мы сошлись на работе. А эта работа... То есть по какому-то базовому образованию вы хотели реализовываться? Или... Мне просто для себя интересно. А вообще в принципе как это работает? Ну 19 лет политика. Ты думаешь, это какой-то крутой верх. Нужно лезть повыше. Там намного круче, больше денег. Не знаю, как-то так. Слушайте, потрясающе. Так, и что это за работа? Я выполняла обычную офисную работу. Раздавала там листовки какие-то. Расклеивала листовки. Ну ничего прям такого сверхъестественного я не выполняла. Естественно, никто мне бы этого не доручил. В начале карьеры. Окей, значит, вы приходите, а потом, значит, как проходят выборы? Проходят выборы? Интересно. В Полтаве они проходят очень конфликтно и интересно. Вот. Я считаю, что вы погрузились в эту всю ситуацию. Как оно для вас, для молодой девочки, как оно оказалось? Первое впечатление или в принципе впечатление? Ну первое впечатление, это было просто очень продуктивно, знаете. Было очень много разноплановых задач, съёмки рекламных видео и так далее. Это было интересно. Для студента это интересно, действительно. Поэтому оно как-то так закрутилось очень быстро, чётко. Интересно. Куча знакомств, куча людей новых. Разноплановая работа. Поэтому так как-то там и зависло. Вы говорите Полищук, вы сказали. Да. Зовут... Денис Полищук. Денис Полищук. Насколько я понимаю, это очень влиятельный человек в городе. Что это за человек вообще? Это депутат Минской Рады, коревник коммунального предприятия Полтава-Сервис. Вот такой вот влиятельный человек для нашего уровня. Ах, хорошо. Ну, мы к этому позже перейдём, к этому коммунальному предприятию. Прошли выборы, да? Успешно для вас, я так понимаю, в каком-то смысле? Ну, в каком-то смысле. Ну, цель была достигнута партии. Так он загадал. Что дальше? Вы становитесь... Я так понимаю, что вам предлагают либо работу, либо у вас какое-то карьерное повышение. Как складывается? Да я не могу сказать, что конкретно мне предлагали какую-то работу. Я пыталась, я расхваливала. Я хотела в институт развитка места. Вот. Ну, я тогда не знала. У нас очень много в городе с этим конфликтов, очень много. С институтом развитка места. А что, 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 что? Чем занимается этот институт? Ну, вообще этот институт должен заниматься развитком места. Но на деле, как бы, как я это вижу, то они не выполняют эту функцию. По моему мнению. Вот. Хотела туда, туда меня не взяли, туда не взяли. Полгода я была без работы. И потом, все-таки, я добилась своего, ну, попала на работу на полтавские рынки. Это полтавские рынки, это, если я правильно понимаю, существует какое-то предприятие, оно как-то называется, которое управляет... Я так понимаю, что рынки в Полтаве, они входят в коммунальную собственность, это собственность города. Конечно, рынки все относятся к коммунальной собственности города, но они раньше были под популяризмом, скажем так, КП Полтава-Сервис. Но на данный момент КП Полтава-Сервис создает разные ТОВ, через которые осуществляется эта деятельность. Ну, мы сейчас к этому перейдем. То есть, вы приходите на рынки, что это за работа вообще? Ну, это же вы не становитесь золотом продавать, да? Нет, ну, естественно. Администратор рынка, это, на самом деле, очень интересная профессия, с которой мне тоже пришлось познакомиться в раннем возрасте. Вот, она заключается в том, что раздавать платежки, заключать договора, оповещать людей о их долгах, об отключении света за эти долги. Вот, следить за работой, там, дворника, охранников, ну, такой менеджер, менеджер базара. А договора между кем и кем? Договора между предпринимателями на рынке и между ТОВ. То есть, условно говоря, компании, которые арендуют, да, то есть, компания арендует на рынке. Да. И продает. А вы, получается, коммуникатор рынка с этими компаниями? Ну, получается, да. Ну, я, как бы, администратор рынка, это, как бы, коммуникация между ТОВ и предпринимателями рынка. А иерархически над вами есть какой-то директор рынка? Да. То есть, на каждом рынке есть свой администратор, а над нами есть еще официальный кремник, скажем так, который, вот, официально зарегистрирован в этом ТОВ. Вот. А неофициально наш кремник Денис Полишук. Вот этот, вот, собственно, депутат. Вот этот, вот, депутат, да. Хорошо. Вы вообще, кстати, мамо-ня знаете, нет, Александра Мера? Ну, точно не работала в партии. Конечно, было бы странно, если бы я... Ну, понятия не имею. Ну, знаете, как ему пришла молодая девочка, ну, откуда там? Мама Александра, это такой, скажем так, местный политический тяжеловес, но взрослый человек, имеется в виду, там, он не интересуется, что там внизу происходит, или там коммуникация существует? Я бы так, знаете, не сказала. Он приходил на работу всегда с утра, всегда очень приветливо здоровался. То есть, ну, не знаю, ну, по крайней мере, в предвыборчей компании никаких проблем у нас не возникало, ну, в коммуникации с ним. По крайней мере, у меня никаких проблем не было. Если я могла прийти и сказать, там, вот эта вот реклама, это, ну, откровенно, фуфел полный, то моё мнение как-то учитывалось. И для меня это было важно в таком возрасте. Потому что мы немножечко считались. Но не все. Ну, понятно. Всегда есть нюанс. Впечатление ваше вообще, в принципе, об этом человеке как? Двойственное, наверное. Ну, например? Ну, например, ну, как вам сказать? Я точно не знаю, как вам ответить на этот вопрос. К сожалению. Действительно, хотелось бы, чтобы больше делалось для города. Я озвучивала очень много, когда перед выборами была компания, я озвучивала очень много, что нам нужно заниматься ещё и молодыми людьми. То есть, как бы, они, как бы, знаете, вне политики. Вот были в том году. Ты когда у кого-то спрашиваешь, пойдёте на выбор? Они такие, нет. Я говорю, давайте какие-то ролики, какие-то там движения. Ну, как-то вот, больший акцент был всё-таки на пенсионеров, более на старшее поколение. И вот как-то меня вот задевало то, что молодёжь туда не учитывалась. Вот как-то так. Ну, я была вообще самая молодая в партии, в работе. Ну, хорошо, давайте так. Когда вы поняли, что что-то пошло не так? Ну, смотрите, очень пошло что-то не так, где-то, наверное, полгода назад. Это сколько после выборов прошло времени? Ну, получается, два года где-то. Два года. Дело в том, что я не принимала супер-гиперактивное участие в партии. Меня, как бы, туда особо не допускали. Ну, я не предприниматель, у меня нету какого-то там большого количества денег. Я, как бы, ещё никто. Ну, я молодой человек, у которого есть энергия, но нету особых каких-то ресурсов. А, извините, вы член партии, вы стали членом партии, да? Официально нет. А, окей. Официально я не член. Так, я сбилась. В смысле? Да, да. Какой вы нечлен. Ничего не принимали активного участия. Да, да. А потом как-то я вовлеклась в работу рынка. Она была стабильная, обыденная. И всё как-то было спокойно. А вот после лета, вот уже там в августе 2022 года, началось очень большое какое-то давление со стороны Дениса Полищука, со стороны ещё одного депутата нашей команды. То есть, прям какая-то корректировка работы и в очень жёстком направлении. И поэтому я начала понимать, что, ну, походу, всё, мне там не место. А что значит корректировка работы? Смотрите, у нас и так зарплаты там особо не были какими-то высокими. Это не секрет, это 10 тысяч гривен. Вот. А люди Полищука и вот друзья уведомили нас о том, что нас будут, например, штрафовать, если мы будем не вовремя заставлять людей платить деньги. Ну, то есть, моё эго очень было зацеплено этой новостью, скажем так. Ну, как так? Зарплаты и так низкие, на улице война. Мы будем людей, ну, заниматься, я называю это мародёрством. Мы будем людей заставлять, щемить, чтобы быстрее всё заплатили. Они хотели оплату наперёд. Ну, то есть, понятно, в наше время сейчас наперёд никто платить особо не будет. Это, ну, просто, ну, нерационально. Вот. Я пыталась донести это, но меня никто не услышал. Я сказала, я не буду этим заниматься. Хорошо. Давайте так. Вы, вот это вот коммунальное предприятие, которое занимается вот этими вот рынками, вы вообще понимаете, что происходит? Насколько я понимаю, вы разобрались уже, да? Как выстроена схема, то есть, и вся работа коммунального предприятия, по сути, оказалась схемой, да? Ну, по сути, да. Коммунальное предприятие сделало подставные ТОФ фирмы, на которые люди спрасывают деньги. То есть, каждый человек на рынке платит за место определённую сумму каждый месяц. И как бы было бы логичнее, если бы эти деньги люди перечисляли сразу бы на КП Полтава-Сервис, который в ЦАК Минской Раде, правильно? Это и является владельцем этого рынка, по сути. Кто? Полтава-Сервис. Ну, по сути, да. Но Полтава-Сервис делает договор с какой-нибудь подставной ТОФ, и люди уже сбрасывают не напрямую в Полтава-Сервис, а на подставной ТОФ. Ну, из ТОФ, соответственно, выводятся деньги. Это удобство. А почему ТОФ это распоряжается имуществом Полтава-Сервис? У них там есть... Его я не видела, но я знаю, что там есть договор про спевробитничество. Ну, и вот как бы ТОФ надаёт услуги КП Полтава-Сервису. И, по сути, управляет... Управляет рынком. А вы подчиняетесь кому? ТОФ. Хотя, а юридически вы работаете на Полтава-Сервис, или вы тоже на ТОФ работаете? Ну, это ещё такой один очень интересный нюанс. Мы не работали официально. То есть администратор для людей — это человек с улицы. Для кого? Для предпринимателей? Ну, для предпринимателей, да. Ну, потому что администратор... Вот я, допустим, проработала полтора года, я не была оформлена там официально. Хорошо, а как это... А подчиняетесь вы кому? Ну, подчинялись мы и Полтава-Сервису, и ТОФ. По сути, там одни и те же люди. Ну, они всё время взаимодействуют. А непонятно по иерархии, кто старший? Ну, конечно, понятно. Денис Полишук. А, в смысле, депутат? Ну, да, он же керевник КП Полтава-Сервису. А указания могут приходить и как от ТОФ, они обязательны для исполнения, так и от Полтава-Сервиса? Ну, ТОФ слушает Полтава-Сервис. То, что Полтава-Сервис сказал, то ТОФ и делает. А вот эти вот руководители ТОФ — это какие-то сотрудники депутатские, ну, имеются какие-то близкие люди. Вы знаете этих людей? Знаете, у нас за полтора года моей работы поменялось три ТОФ. Ну, то есть, условно, каждые полгода ТОФ поменялось. Ну, из-за конфликтных видео про эти ТОФ и так далее. То есть, проще её закрыть и создать новую. А что за видео, расскажите. Ну, в конце августа, например, у нас сначала было ТОФ PSP-10, потом было ТОФ Grandmas, и сейчас ТОФ TD-EcoVita. И вот, когда заканчивалась работа Grandmas, на нашем местном канале появилось видео про то, что через Grandmas отмывают деньги и так далее. Ну, там такое провокационное видео про меня, про Дениса Полищука. Ну, естественно, Grandmas пришлось закрыть и сделать ТД-EcoVita. Первых руководителей... Это ещё вживую, я бы не помню, видела их или нет, на которых юридически оформлена фирма. А третьего руководителя, с которым мы работали с сентября, да, он с нами работал, ну, то есть, вживую. То есть, мы с ним виделись хотя бы, взаимодействовали. Он выполнял функции рабочие хотя бы. То есть, это было уже как-то проще. Коммуницировать, когда ты хоть знаешь, кто этот человек. А, подождите, давайте так, сколько вообще администраторов? Сколько у вас таких? Ну, смотрите, у нас, получается, было несколько рынков. Я для зрителей можно... Да, конечно, объясни, я хотел потом подвести к тому, сколько о каких деньгах, в принципе, идёт речь. Давайте начнём, да, что такое, как эта работа, сколько этих рынков существует, сколько у вас таких, как вы, существует. Вот смотрите, у нас на ферме было несколько рынков, ну, те, которыми занимались мы. Это там у нас рынок Южный на вокзале, рынок Хозяйственный, это в центре города. Для полтовчан могу назвать это, на Шевченко. Цветы 1, цветы 2, ну, это два цветочных таких ряда. У меня был рынок Брейл Ки и рынок Сеной. То есть, получается, шесть. Это на этой ТОВКе? Да. А вы руководите, как конкретно, даже целым рынком? Да, конечно, я руководила рынком Брейл Ки и рынком Сеной. Ну, Сеной просто очень маленький, и мне дали как-то два рынка. Ага, окей. Работы. Так, а существуют ещё какие-то другие ТОВКи, которые другими рынками руководят, правильно я понимаю? Да, там есть какие-то владельцы, но я этой информацией как бы не владею, я не знаю. Хорошо, а сколько таких людей, как вы? Так, давайте посчитаем. Я. Четверо. У нас ещё всего было четверо. Четверо руководителей рынков. Да, ну, получается, у меня было два рынка, там у ещё одного мужчины тоже было два рынка, ну, так как из-за того, что они маленькие, очень маленький объём работы. Вот, а у остальных двух девушек по одному. Ну, там очень большие рынки. Угу. О каком количестве, о каком размере количестве точек идёт речь? Ну, рынок состоит из каких-то торговых точек, да? О каком количестве идёт речь? Ну, смотрите, рынок Брайлки, который был у меня, у меня было там около, ну, плюс-минус 100 предпринимателей. Угу. То есть 100 торговых разных мест. Вот. А вот рынок Сеной был маленький, там было там около 35 мест. А другие рынки, которые на вашем ТОВКе? А, ну, цветы один, цветы два, это маленькие, там где-то, я думаю, по 20 мест. А вот хозяйственный и южный, это самые большие, но, к сожалению, количество как-то никогда не интересовалось, там другие администраторы. Ну, достаточно большие. Это тысячи или? Нет, тысячи такого нет, у нас нет таких рынков в целом. А, ну, от 100 больше намного? Для понимания? Ну, да, но я думаю, там есть, вместо, может, 300. Да. Вы с этими администраторами, вашими коллегами, вы с ними поддерживаете какие-то отношения? Вы общаетесь вообще? Ну, на данный момент, конечно, нет, так как я уже туда, да, вышла с этой интересной структуры. А, да, тогда мы поддерживали какое-то общение, мы виделись раз в неделю на собраниях. У нас были собрания раз в неделю, ну, желательно в начале недели, как бы, план работы. Вот. Ну, конечно, мы все знакомы. Ну, уже бы у меня там ни с кем такой не было. Ну, Денис Полищук вот этот вот, он проводил эти собрания? Нет, он никогда не приезжал на собрания, он просто же не может их проводить. Он же не может этим в целом заниматься. А, то проводит, то? Руководов должны проводить, ну, как бы. Но, де-факто, все равно руководит он, получается? Да, конечно. Хорошо. Вот люди, которые ваши коллеги, администраторы, давайте не так. Когда вы поняли, что есть прокладка, то есть, по сути, давайте так, я скажу. Значит, есть коммунальное предприятие, коммунальное предприятие по какой-то низкой цене или, условно, по каким-то договорным отношениям отдает на аутсорсинг и по рынке. Да. Да, там за одну копейку. А ТОВка уже распоряжается коммунальным имуществом городским и за многое, за другие совершенно деньги отдает это предпринимателям и собирает главные вот эти вот деньги. То есть, я так понимаю, что об этом идет речь. Да, ну, ТОВ собирает, по сути, деньги, как иметь. А в обход бюджета, получается, когда вы это поняли? Ну, смотрите, я думаю, может, для зрителей это будет странно, но так как мне иногда пишут, ну, как так, ты там долго проработала и сейчас только рот открыла в таком плане. Ну, смотрите, во-первых, возраст, во-вторых, какое-то давление взрослых людей, ну, то есть, я еще была неопытная, а человек в этом совершенно был новый и зеленый. И как-то, ну, существует какая-то ТОВ, ну, мы же вроде нормально работаем, все хорошо, есть какие-то договора. То есть, ну, как-то я не особо как-то вникала почему-то в этот процесс. Вот, а вот этим летом как-то все больше начала открываться подробностей о махинациях. Ну, я случайно начала их как-то узнавать, что-то услышала, начала больше интересоваться. Ну, например? Ну, например, что на Южном рынке и на Шевченковском рынке, одни из самых больших, там собираются деньги наличными. Ну, а это я вот услышала летом. Я говорю, ребята, какие наличные? Сейчас это вообще прям, ну, совсем никуда не годится, давайте. Ну, то есть, я думаю, это даже люди бы оттуда смогли подтвердить. Ну, это я озвучивала на собрании такие слова, что я считаю, что нужно, потому что на моем рынке, на Брайлке и на СНО. У меня, нам выдавали квитанции, я раздавала квитанции, и человек сам как захотел, так и заплатил. То есть, через приват 24, пошел в отделение банка, я наличные эти в руки не брала. Вот. Потому что это как бы немножечко незаконно. Конечно. И я предупреждала их и говорила им о том, что это, ну, неправильно. А откуда вы знаете, что это незаконно? Простите. Ну, я учусь в юридическом. Мне же начало доходить, понимаете, есть такое понятие, как совесть. И ты думаешь, ага, учимся в юридическом и работаем вот в такой вот, извините, фигне. Ну, это ж... Ну, это странно. Ну, то есть... Я, ну, вы на юридическом факультете учусь есть? Да, заканчиваю. Так, окей. Поэтому, как бы, я посчитала это странным, занимать такую должность, такую работу. И вот с этими всеми подробностями, когда я начала понимать, что эти деньги относятся куда-то по пути в банк, например, ну, для чего же это сделано? Для чего собирают наличные? Так-так-так, ну, вот вы на собрании начали озвучивать дальше, что? Да, и мне сказали, ну, мы, конечно, будем заниматься этим вопросом, но никто им так и... Ну, я думала, что я могу что-то поменять просто самостоятельно, да? Просто как бы озвучивать, настаивать на этом и так далее. Ну, я смотрю, проходит месяц-два, ситуация не меняется. И всё больше и больше начинается фактов каких-то коррупционных... Ну, например, ну, там... Ну, смотрите, например, я увидела руководителя на телефоне, у него он был всегда просто прикреплён в автомобиле, мы ехали на работу, и я увидела, как на подставной ФОПС, этой ТОВ, было выведено 150 тысяч. Это какой-то пошёл отчёт банковский? Ну, да, там приходит, знаете, такое смс-уведомление, коротенькое, вот, на главный экран. Вот, а они были выведены на друга Полищука, которого я уже очень много времени видела на Полтава-сервисе. Сергей его зовут, Олексенко. Вот. И он часто там работал, я не знаю, официально или неофициально, потом он начал появляться на работе у нас на рынках в сентябре месяце. Поэтому, почему я говорю последние полгода? Потому что нам поставили человека, который за нами смотрел, как мы будем собирать эти деньги, как мы будем это делать, корректировать нашу работу. Не понял, это как? То есть вдруг появился человек... Да, но это он появился не из ниоткуда. Он всё это время работал на Полтава-сервисе, мне кажется, там в рекламном отделе. Вот, я его там постоянно видела, мы вместе были на корпоративах. То есть я этого человека знала лично и общалась с ним. И вот с сентября месяца он начинает появляться на наших собраниях и заявляет нам, что он будет корректировать нашу работу. Вашу менеджеров, типа? Да, у нас администраторов. Я говорю, а как ты будешь корректировать, если ты ничего в этом не понимаешь? Ну, то есть ты никогда не работал на рынках и так далее. Ты, он вообще там рекламщик какой-то. Я говорю, какое ты имеешь отношение к нашей вообще фирме? Свет, эти вопросы задавай наверх. Говорю, так ты же можешь передать? Вот ты и передай. Ты же с ними общаешься сверху. Говорю, ну, как? У нас на собрании это называлось блатные. Был введен такой сленг. Я говорю, передай блатным. Что, ну, нужно как-то немножечко поменять систему. Хоть немного. А вы просто подчинялись вот этому директору ТОВ, я так понимаю, да? Ну, ничего там особо не решал. Но собрание же кто-то проводит. Ну, да, но проводил его директор ТОВ. И вот это же вот Сергей. Вообще собрание вел Сергей. А до его появления? А вели какие-то люди, которых нам просто показали и сказали, вот, их нужно слушать. Понимаете, как у нас что-то интересно, да? Я к тому, что раньше у вас не возникало этого вопроса, что люди какие-то командуют. Ну, смотрите, раньше этих людей я всех видела тоже на Полтава-сервисе, но у них было другое отношение. То есть они как бы выслушивали. Можно было как-то что-то откорректировать, попросить нормально, поговорить. А тут как-то пришёл человек и такой, мы будем делать вот так. Я говорю, нет, мы так делать не будем. А, говорит, ну, разговаривай с теми, кто наверху. Я говорю, сам с ними и разговаривай. Ага. Вот. И из этого начались все проблемы. Вот как раз на этот ФОП его были и выведены деньги в размере 150 тысяч. И там ещё внизу написано как-то назначение платежа за рекламные послуги. Ну, когда я это увидела, я думаю, какие, блин, рекламные послуги на рынке? Как их там можно реализовать, понимаете? Я прихожу на собрание, меня уже, ну, разрывает. Я говорю, Сергей, подскажите, какие можно делать рекламные послуги в месяц за 150 тысяч на рынке в Полтаве? Он говорит, я словами всем рассказываю об этом рынке. Я говорю, ну, шути дальше, говорю, пока я не начала какой-нибудь кипиш. И после этого мне звонит Денис Полищук и предлагает мне встречу в кафе. Ну, и встречаемся на кофе. И он мне говорит, чтобы я не озвучивала таких вещей при всех администраторах. Что я такую информацию увидела. Что я, если у меня есть какие-то вопросы, то я могу задавать их лично. Денис Полищук. Ну, да. Вот. Ну, и меня возмущал вопрос. Я просила поднять зарплату администраторам, я просила поднять зарплату дворникам-охранникам. Потому что у нас, я думаю, это очень важный социальный момент. Потому что у нас зарплата дворника, который работал каждый день, была 4 тысячи гривен. И я говорю, ребят, не позвольтесь, сделайте хотя бы 6500, хоть минималку. Ну, это ж... Ну, просто стыдно, некрасиво. Ну, эту мою тираду тоже никто не услышал. Вот. Просила поднять там администраторам. Я говорю, зарплата 10 тысяч полтора года назад. И сейчас. Это не актуально. Курс доллара поменялся. Цены на продукты. Я всё это банально, как ребёнку объясняю. Они, ага. И всё. Как бы делиться... Хотя бы как-то я не знаю. В рамках совести никто не хотел. Просто со всеми. Я просила не только там для себя повысить зарплату. Естественно, для себя тоже. Я тоже хочу больше зарабатывать. Как и любой нормальный человек. Ну, я говорила за всех работников. Говорю, мне стыдно. Ну, я прихожу на работу. Это же не вы общаетесь с людьми. Это же я. Общаюсь с отворником. Общаюсь с охранником. Я вижу с ними периодически. А говорю, мне стыдно. Я говорю, перед ними... Когда я только пришла, была зарплата 4 800 у них за месяц. А потом резко стало почему-то 4. Вот такая вот интересная методика там. Ну, это же тоже это всё, я так понимаю, наличное. Да, там оформлено только несколько человек. Это сделано для того, что нам это объясняли на собрании. Например, оформлен один отворник, и он как бы убирает все рынки. Но он по факту на каждом рынке, конечно же, есть свой отворник. Всех гораздо больше, и это всё выдавалось наличными. Такая же ситуация с охранниками. И с администраторов тоже, по-моему, кто-то один оформлен. Вот недавно только проверял эту информацию. Ещё пример. Вы говорили, что вот ФОП, вы увидели вывод. Ещё какие-то, может быть, вещи вы замечали? Конечно, нет. Это единственный случайный момент. И то они очень сильно напряглись. Так как я не должна была, по ходу, этого видеть, естественно. Конечно, они прятали от нас эту информацию. Когда я спрашивала, а чем вы там ещё занимаетесь, расскажите. Для кого, что мы там собираемся, предпринимателей. То есть, естественно, я их-то не отвечал на эти вопросы. А другие администраторы? Вот мы начали говорить о том, что где-то наличка собирается. Её собирают другие администраторы, правильно понимаю? Да. Да, ну, на каждом рынке. Хорошо. Появился вот этот вот Сергей, начал давать указания. Например? Ну, например, у нас были списки должников. Бухгалтер. У нас был свой бухгалтер, который распечатывал списки, где было указано, сколько человек должен, или у него есть переплата какая-нибудь. Ну, и вот он, например, отмечал галочкой. Вот этому человеку мы будем отрезать свет. Вот этому мы будем отрезать свет. Там 10 человек. Всё, завтра идёте отрезать свет. Я говорю, да погоди, ещё месяц не закончился. Ну, может, у людей там нет денег. Ну, как бы, такая ситуация просто двойственная. Да, я понимаю, они должны заплатить за местовое. Я говорю, ну, как бы, ты приходишь, и человек, да, ну, там, пенсия ещё не пришла. Там же очень много и пенсионеров. Пенсионеров, ну, как бы. И ты же не будешь... Ну, как-то неудобно, в общем-то. Ну, его это как-то... Меня это не интересует. Я говорю, ну, а я не буду это делать. Как мы будем дальше с этим поступать? И вот из-за этих конфликтов, постоянных с Сергеем, как-то ко мне начало всё больше и больше так меняться отношение. Они очень испугались. Я когда-то специально на собрании сказала, что я всё повыставляю в Фейсбук, но я не знала, что это в итоге действительно так и закончится. Но тоже они очень испугались, что я дам этому медийность какую-то. Ну, вот оно так как-то случайно или не случайно получилось. А другие администраторы, они собирали вот эти деньги? У них есть вопросы? Нет? Вопросы только у вас или у других людей, ваших коллег есть? Или они понимали всё изначально? Они понимали всё изначально, там они работают. Одна администратор, 7 лет, другая 10. Поэтому, я думаю, это всё уже отработанная схема давно. Просто я как-то, ну, действительно не замечала. Наверное, реально мозгов не хватало этого увидеть или заметить. Не знаю, в чём дело. Но когда я начала это понимать, я говорю, ребята, нет. Типа, это уже слишком. А они с вами какую-то там по-товарищески никакую беседу не проводили? Ну, мы, да, после собрания такого подобного моего яростного выходили там на улицу там покурить и всё такое. Вот. И меня говорили, ну, Света, ну, там так резко там это нельзя. А Денис Полищук мне вообще сказал, что я разлагаю обстановку в коллективе. Ну, вот, как-то. Ну, когда я начала говорить о каких-то таких вещах, о наличке и так далее, я заметила ещё такой нервоз, знаете, у администраторов. То есть я поняла, как бы, в теме. Они знают, о чём идёт речь. А я такая, как, знаете, как ребёнок какой-то, который пришёл, и он ничего не понял. А потом я как начала ещё больше и больше в это влазить, мне уже захотелось оттуда просто вылезти и больше никогда к этому не возвращаться. А что испугало больше всего? Ну, это какая-то слишком прогнившая система, знаете. Вот, наверное, самый-самый первый конфликт, который у меня был с одним из администраторов рынка южного. Ну, вот, когда я узнала, что у неё была выделена зарплата на охранников, там, по 6 тысяч гривен, она им доносила только по 4. Ну, это сказали охранники на этом рынке. Вот. И я думаю, ого, ну, грустно. Каждый месяц забирать какие-то 2 тысячи гривен, ну, это, ну, не знаю, для меня это странно. Я говорю, ну, так, я говорю, нельзя, это нехорошо. Я говорю, я понимаю, мы все хотим заработать больше. Плюс у меня на рынке у охранников было 4 тысячи зарплаты. Я говорю, вы тогда делаете уже либо ровно, ну, то есть, чтобы и там было 4, и там было 4. Ну, так получается, одни зарабатывают больше, одни меньше, ну, говорю, зачем нам это, эти, ну, вот, качели, карусели. Ну, как-то меня всё время, вот, мимо ушей, знаете, мне всё время, ну, сейчас Света поговорит, и всё, как-то. Ну, я послушаем, послушаем, и на этом всё закончится. Я не воспринимала просто мои предложения, пожелания и так далее. Ну, имею в виду, что другие администраторы просто зарабатывали, ну, воровали, условно говоря. Ну, как я понимаю, со слов охранников, да. А в саморуководство вот этого, ну, ТОВ, Полищук, все, они знают, что администраторы воруют, нет? Ну, я когда подняла вопрос по поводу этого администратора, уже знали все. И Полищук знал, все знали, и Кирилл Никтоф знал, и всё, и я говорю, я не хочу работать с таким человеком. Не, её уволят, её уволят, проходит месяц-два, она сейчас до сих пор там работает, и она оформлена официально, там, вообще, администратором. То есть, я так понимаю, налоги платят, ну, и всё хорошо. О каких суммах приблизительно идёт речь? То есть, вы сказали два больших, там, ну, условно говоря, по 300 мест, ваш 100, это 600, 700. Ну, вот, у вас на ТОВке, условно говоря, где-то под тысячу торговых точек. Ага. Сколько стоит, скажем так, давайте так, по-простому, сколько стоит точка? Ну, в среднем, ну, как я думаю, где-то, там, тысячу двести, полторы тысячи. Это чего? Гривен в месяц. Ага, то есть точка стоит полторы тысячи гривен в месяц. Ну, в среднем у меня на рынке было, так, да. Вы же понимаете, что зависит от размера этой точки, они же могут быть очень маленькие, могут быть большие в магазине. Поэтому, как-то, общую сумму я никогда не видела, поэтому не могу прям так точно его назвать. Мы можем приблизительно на калькуляторе это прикинуть. Ну, полтора миллиона гривен. Тысяча пятьсот, тысяча пятьсот умножить на тысячу, условно говоря, на тысячу мест, это полтора миллиона гривен в месяц. Это вы собираете, получается? Ну, получается, фирма, да, зарабатывается только в месяц. Потом какую-то три копейки отдается? Ну, сколько, да, я не знаю, ну, я думаю, коммунальному предприятию на нас там тратится какая-то сумма, ну, на оплату работы. Вот, и все, а остальное, без понятия, куда. Сколько таких товок? Ну, на данный момент, под КП Полтаву Сервис, не, ну, одна. А за полтора года поменялось три, как я вам скажу. А, ну, это, да, имеется в виду. А, ну, рынки контролирует одна товка? Ну, просто рынков же не шесть, наверное, рынков. Нет, там больше, да, но я вам говорила, что я не знаю, там есть какие-то там, там не один человек, владелец как-то рынка. А я, блин, про всю систему не могу вам рассказать. А вы понимаете, сколько вообще рынков существует в Полтаве? Ну, честно, вот. Ну, держи, а число на Полтава Сервис сколько? Числится, понимаете, нет? Нет, не знаю, никогда не смотрела ни эти документы, беспонятно. Понимаете, я была в своем, как бы, информационном поле. Вот у меня есть моя, ну, фирма наша, да, вот мы там занимаемся этими рынками, и все. Дальше еще залазить, еще страшнее, честно говоря. Я иногда не хочу чего-то знать. Хорошо, этот самый, вы, насколько я понимаю, вы только по рынкам. Я знаю, что КП Полтава Сервис, коммунальное предприятие, занимается несколькими блоками. Это рынки, это реклама, и еще автостоянки. Да, да, верно. Вы там что-то знаете, с кем-то знакомы, как-то вы наводили справки, общались, возможно, с какими-то другими людьми, какие-то вопросы задавали? Ну, я знаю, что КП Полтава Сервис хорошо сотрудничает с благоустроем нашего города, вот. Как-то там они вместе этим всем занимаются. Ну, как я это понимаю. Я вижу. Проживаю в этом городе. Ну, так вы все верно, да, перечислили. А коммуникации с другими, скажем так, подразделениями вы не понимаете, да? Знакомых каких-то нет? Ну, то есть вы не поднимали этот разговор с кем-то? Там, а у вас в департаменте есть ли какие-то проблемы, скажем так? Не очень понимаю вопрос. Ну, вот вы занимаетесь рынками. У вас есть коллеги, например, которые занимаются стоянками. Ну, нет, у нас таких коллег, я не помню, что они были. Ну, я знаю, Полтава Сервис занимается там вывесками, вот этой всей ерундой, скажем так. Вот. Но я знаю, что все это реализуется как бы с благоустроем. То есть это человек тоже с нашей партией, и вот они как бы вместе взаимодействуют в этом. То есть они очень часто... Вот что происходит, то есть если мы говорим, ну, условно говоря, рынки, реклама и стоянки, это то, чем занимается КП Полтава Сервис, имеется в виду как, ну, не знаю, как подразделение. Рынки, реклама, стоянки. Я так понимаю, что если вы занимаетесь рынками, у вас есть смежники, которые занимаются стоянками. Я имею в виду, что вот какая-то такая горизонтальная коммуникация у вас есть. Да, но именно за стоянки я вам ничего не могу сказать. Я вообще без понятия о этом. Ну, я знаю, рекламой занимаются на Полтаве Сервисе. Там есть, ну, отдельные люди, которые занимаются этим всем. Я их там всех знаю лично. Ну, вот никогда бы когда-нибудь подобные проблемы обсуждали с ними? Там есть ли у вас в рекламном подразделении какие-то вопросы? Дело в том, что они все работают на Дениса Полищука, и как бы с этими людьми это обсуждать бесполезно. Ну, то есть они будут занимать позицию. У нас такая система вообще на рынках. Понимаете, когда я высказывала свое негативное мнение о руководстве и о самоуправлении, то меня же никто не поддержал. Все молчат до сих пор. Сколько же медийности, а все об этом молчат. Имеется в виду, что все свои, да, я так понимаю? Ну, все свои, конечно. Ну, то есть им это невыгодно, их просто уволят. И они будут извоем, там, как я, например. Все, ну, со мной никто отношения больше не поддерживает. Никто не интересуется. Наоборот, меня уже так держатся от меня подальше, скажем так. Ничего не говорят? Ну, почему? Например, звонят, спрашивают, как мои дела. Некоторые люди из окружения Дениса Полищука приезжают на встречи со мной. Ну, да, они приглашают меня на встречу, пообщаться, как бы. Я говорю, да, без проблем, ну, как бы я не скрываюсь. Так давайте встретимся в целях безопасности, так как, ну, там есть разные виды знакомств, ну, я так думаю, которые могут мне навредить. Вот, поэтому я всегда предлагаю встретиться, ну, там, в парке. Ну, мы можем прогуляться, поговорить. Я открыта к любым вопросам. Вот, интересуются, нет ли на мне прослушки. Не написала ли я заявление в прокуратуру. Очень переживают. Прям очень. Я один раз даже пошутила одному человеку. Я говорю, я уже все написала. Он такой, как? Все, у человека мир просто рук. Я говорю, да, я шучу. Беспокоюсь. Все хорошо. Вот, как бы, да, приезжают, общаются, названивают до сих пор. Просто у меня тоже есть, как бы, своя жизнь, своя работа, знаете, свой дом, отношения. И мне хочется удивлять больше времени это, а не общаться с разными мужчинами и отвечать им на их глупые вопросы. Ну, приезжают. Хотят меня, кстати, на общение с Полищуком вывезти, пообщаться с ним. Я, правда, не знаю, почему и зачем. Вот этот вот Денис Полищук, он в орбите партии и мэра Мамая Александра. Какую он роль занимает и отыгрывает? Ну, в партии он играл хорошую роль. Дело в том, что перед выборами у него был очень хороший процент поддержки. Ну, там, Валивадин, например. То есть у него активно его поддерживали выборцы. И, как бы, он такой больше медийный человек. То есть, ну, как бы, ведущую роль был. То есть это близкий человек к мэру? Ну, вы знаете, я же прям так не могу залезть туда. Я же не знаю, насколько они там близкие. Ну, в работе, как бы, да, в каких-то личностных отношениях. Не могу за это ручаться без понятия. Друзья они там или не друзья. Ну, я думаю, не друзья, если честно. Вот это будет моё субъективное мнение. Я считаю, что это не какая-то там супердружба. А рабочие отношения? Ну, да. Вы как-то с мэром коммуницировать пытались по этому поводу? Как вы вообще считаете, это возможно, невозможно? Или коммуницировали, или нет? И почему? Ну, смотрите, когда это всё началось, у нас проблемы. У него начались свои активные проблемы. Вот, и поэтому ему как бы просто, ну, как бы не до этого условия. Ну, то есть его было очень тяжело выдёрнуть на этот разговор. То есть он вечно где-то постоянный. Там мне нужно прийти в мискураду. Мне нужно прийти сначала охранника, объяснить, кому я и зачем пришла. Это просто там определённый стресс я испытываю. Потом нужно прийти его ещё секретаршу, которая меня не любит. Короче, очень много стресса я испытываю на пути, чтобы добраться к нему. Я не знаю, пускай она пишет в комментариях. Ну, как, я без понятия. Ну, просто вот отношение у неё ко мне плохое было. Молодая, красивая, да, ходит к моему начальнику. Вот, и вы знаете, ну, для меня это всё такое вот, это стресс, я понимаю. Оно если раньше не решалось, плюс если Денис Полишук работает в этой партии, то, по-моему, понятно, что все об этом знают. Ну, все прекрасно это знали, понимали, все закрывают на это глаза просто вот всё. Никому не нужно решать этот мелкий, нечисложный вопрос. Ну, не очень-то и мелкий, скажем так. Закрывают глаза или в теме? И в доле? Ну, по поводу, там, Бэра и не могу сказать, я не думаю. Ну, как бы, никогда он там не приезжал, не слышала никаких телефонных звонков. Ну, как бы, знаете, всё, что может услышать человек в Полтаве. То, я думаю, мы как-то были бы в курсе. Ну, или, опять же, меня как-то это обошло, как обычно. Ну, я думаю, что, так как это было взаимодействие с благоустроем, то, я думаю, это больше туда. Свет, у нас есть ещё несколько минут. Хочу у вас спросить, всё ли я у вас спросил. Может быть, есть какие-то факты, которые я не уточнил, а вы знаете, можете рассказать. Есть такое что-то? Пока ничего не приходит в холл, не знаю. Что-то яркое такое, нет? Я хотел в конце спросить у вас, ваше общее вообще впечатление, как вообще вам всё это мероприятие? Мерзко. И вот эти вот звонки, приезды, я вижу, как они боятся. Хотя я думала, они будут как-то мне там угрожать. Но я, естественно, переживаю, понимаете? Я девушка, мне 21 год. А их там несколько мужчин. Уже там со связями, статусом, деньгами. То есть это, ну, я считаю, это небезопасно. Я залезла небезопасно, и, можно сказать, мои родители против. Вот они знают, они читали какие-то статьи. Я лично иногда, ну, я вечером не хожу одному. Я переживаю всё равно. Как бы это ни звучало, оборачиваюсь. То есть в подъезд я сама не захожу, за мной парень спускается. Ну, то есть, конечно, хотелось, чтобы это как-то решилось. Меня когда спрашивали, какую цель я преследую вообще вот этих всех поездках на интервью. Ещё такая вот благодетель хорошая, решила везде вылезти и всё это рассказать. Я действительно хочу, чтобы это решилось так. Я хочу, чтобы люди платили напрямую городу просто. А я хочу, чтобы поменялось отношение к сотрудникам, как к самим. Ну, то есть, без вот этих вот наездов непонятных, чтобы была какая-то нормальная коммуникация. И хотя бы минимальная заработная плата. Услышьте меня, пожалуйста, не позорьтесь. Просто не позорьтесь. Вот. Ну, как-то так. А с точки зрения какой-то политической команды, политики, партии, каких-то ценностей, целей, там, не знаю, достижений, каких-то результатов общественных? Вот смотрите. Вот был, скажем так, грустный очень момент в этом плане, когда я начала раздувать эту ситуацию, а вместо того, чтобы выяснить как-то в чём вопрос, ну, партия, да, мы как бы три года пришли к выборам вместе, как бы, ну, должны быть как бы внутренний конфликт в команде, давайте как-то сядем и вырешим, да, по взаимодействию. Меня просто оттуда выкинули. Меня просто поудаляли с чата, все перестали со мной общаться, кто-то даже здороваться. Ну, как бы и всё. Всё, они просто забыли всё, что было проделано, там, какой-то этап времени, какой-то мой там труд. Всё просто. Меня там больше нет. Ну, разве это команда, и разве это хорошая политическая партия, когда она так поступает? Когда я начала публиковать посты, а я знаю, у нас это была такая тема классная, ботов разных запускать на публикации, там, жаловаться на них, там, шпан помечать и так далее, но я же сразу попала везде в теневый бан, мне пришлось бы закрывать страницы, мне же нужно, чтобы меня не заблокировали, мне же уже дальше это всё высветливать, так скажем, вот. Поэтому, ну, я не думаю, что команда так поступает. Это, я считаю, нехорошее. А союзников в партии прям там среди других депутатов, там, сочувствующих, скажем так? Каждый пиарится по-своему. Ну, то есть я не могу сказать, что кто-то как-то там меня особо поддерживал, да, были депутаты, которые делали репосты моих публикаций. Ну, как бы, ну, это ещё. Не знаю, и что у нас в городе очень грустно. Там остановка с 1-7. А как вообще дело в городе? Кичально. Вы когда-нибудь были в Полтаве, в центре города? Да, конечно. Но большой круг, там такая бездная дорога такая. Но могло бы быть красиво, да? Что? Ха-ха-ха-ха-ха. Если так визуализировать, то должно быть классно, конечно. Но по факту... Вы знаете, что я вот с некоторыми коллегами, своими журналистами общаюсь, с некоторыми там народными депутатами. Ну, короче, поддерживаю, скажем так, да? Бывал, конечно, ну, конечно же, бывал в Полтаве. Но единственное, что вот говорит мне каждый человек из разных абсолютно сфер, это говорят, что... Все кумовья. Конечно. Мы же как одно большое село. Ну, вот, просто меня... Я не могу сказать, что меня туда кто-то подтягивал, там, держал меня, как бы. Я просто приходила, как, ну, вот, как косточка в горе, знаете, такая, мне нужна работа. Мне... И просто я настолько задолбала людей, им было проще меня устроить на работу, лишь бы я отцепилась. А так, в целом, конечно, там огромный круг, то есть, там, болтавый сервис, там, связан с благоустроем, все это связано с Минской Радой, все там четко, такая, знаете, слаженная система. Там все работает, как часы, и очень сложно этот круг разорвать. Мне очень жаль, что на данный момент в городе только, как бы, я одна, прям конкретно с документами, какими-то хотя бы показываю настоящие факты. Вот хотелось бы, чтобы эти люди немножечко тоже пошевелились какие-нибудь, которые работают примерно так же, как и я работали. Вот. Ну, всем, знаете, всем выгодно очень молчать. Потому что, ну, работа, здесь рабопалаты, ну, маленький город, ну, нужны связи какие-то. Зачем? Так как ко мне приезжают и говорят, ну, мы же все в одном городе живем. Ну, звучит как угроза, если честно. Ну, вот это приезжают там, ну, самый смешной, наверное, момент, это когда ко мне приехал ну, человек-коревник, депутат партии, и говорит мне, не, ну, ты же не мусорнешься. Не, ну, скажите, ну, это, ну, это нормально, но мне такое ощущение, как будто я в ОПГ живу каком-то, честно. Ну, вот, ну, как-то, ну, как вам описать эту ситуацию в городе? Ну, вот так. ОПГ я им могу назвать. Мне больше нечего сказать просто. Жесть, конечно. Друзья, 47 минут, да, мы проговорили, время очень быстро пролетело. Давайте так, в описании будет фейсбук-страница ваша, или вы телеграм-канал ведете? Я веду фейсбук и инстаграм, там больше активности. Ну, вот, фейсбук и инстаграм Светланы, обязательно заходите, подписывайтесь, Светлана очень много пишет, добавляйтесь в друзья, общайтесь напрямую, поставьте лайк, поддержите борьбу с ОПГ в Полтаве. Прекрасный город, на самом деле, много ресурсов, богатый город, ну, надо его, конечно, очищать, ну, и, Свет, вам огромное спасибо, что вы это делаете, как-то, на ведмину взрослых, самостоятельных мужчин, которые, как бы, тоже, наверное, должны были бы этим заниматься, а не вас на баррикады. Ага, да. Друзья, всем спасибо, ставьте лайк, подписывайтесь, поддержите, пожалуйста, Свету. Всем пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok,